Сверкая от солнца из окна, новые краны подмигивают каждому жителю общежития. Умывальные и туалетные комнаты теперь здесь как новые. Во время текущего ремонта заменили плитку на полу и стенах, сделали новый потолок и, главное, поменяли всю сантехнику. Жители не могут нарадоваться и даже руки стали мыть гораздо чаще, чтобы лишний раз воспользоваться красивой раковиной. Довольны ремонтом, настроение есть жить дальше, радует чисто, красиво. Было ужасно, было все чекло, во-первых, все было старое, все ломалось, а туалет, в туалет невозможно было идти. Здание обслуживает муниципальные предприятия по эксплуатации общежитий. В его ведении более 100 домов, каждая требует заботы и порядка. В прошлом году за счет собственных средств удалось отремонтировать 8 общежитий, в этом году 5. Кроме этого предприятие обновляет парк спецтехники. Старый подъемник, прослуживший верой и правдой почти 30 лет, заменили на новый. Гарри, себя поздравляю, вручаю ключи, техника, чтобы работала всегда нормально. У нас впервые за несколько лет обновление парка происходит. А тебе, как лучшего водителя, новая машина. Спасибо. Техника многофункциональная. Летом помогает пилить аварийные деревья, приводить в порядок фасады. Зимой очищать крыши от снега и наледи. Еще один помощник – погрузчик. Новую спецтехнику предприятие покупает впервые за 10 лет. Все это стало возможным за счет хорошей собираемости платы за коммуналку. У нас выросла оплата за жилищно-коммунальные услуги. Не побоюсь сказать, наверное, больше, чем в других предприятиях области. И составила в прошлом году 101%, а в этом году уже 101%. Люди начали, нет, просто выплачивать долги. Люди увидели работу, которую мы проводим. Соответственно, начали повысить платежную дисциплину. То есть всегда какие-то положительные вещи приходят. И отдача от людей. Хорошо, что они это понимают. Снижать темпы в предприятии не собираются. Уже в следующем году планируют увеличить сумму на текущий ремонт мест общего пользования до 50 миллионов рублей. Постепенно будет обновляться и автопарк. Общежитие постоянно находится под вниманием и контролем мэра Самары. Олег Фурсов поручил улучшить условия проживания в них. И предприятие поэтапно решает эту задачу. Марина Матвеевшина, Максим Гусев, События.